Тогда я начинаю наш традиционный вебинар. Сегодня 18 августа 2021 год. Уже давно завершился подэтап прошлый, и я даже этот слайд убрал. Меня зовут Алексей Суходоев, кто не в курсе, я являюсь членом общего управления SWC. И сегодня я хотел бы вам буквально вкратце поведать вообще, что мы как платформа SWC для вас готовим, и что происходит в мире, какие новости нас ожидают осенью. Ну и вообще мой взгляд, вообще происходящее сейчас в разрезе того, что компания Unisky Stream Technologies, которую все мы с вами вместе финансируем, собственно и производит. То есть очень актуально, очень в тренде и прямо в десятку, я бы сказал, по сравнению с тем, что делают, может быть, точечно другие компании. В первую очередь я хотел бы вам напомнить, что до 31 августа продлится промоушен от Skyworld Community, это Big Emirates Tour, и это достаточно широкая масштабная акция, которая направлена на получение VIP-мест посредством выполнения условий определенного промоушена на экофест, который в том числе будет проходить в Шарже. Пройдет экофест, соответственно, 22 октября, и далее те, кто выполнит этот промоушен, смогут посетить в числе первых данное событие. На мой взгляд, это достаточно мощное подспорье для того, чтобы участвовать в этом промоушене, потому что, ну, на самом деле, ранее у нас такого не было. Я помню, что было такое на первых конференциях, которые проходили еще до начала строительства эко-технопарка, потом подобного не было. Поэтому напишите в чате, как вам вообще эта мысль, и поторопитесь зайти, кто не в курсе, в ваш личный кабинет для того, чтобы посмотреть необходимые условия для выполнения этого промоушена. Достаточно много историй мы рассказывали конкретных абсолютно про репортажи, и в каждом вебинаре я останавливаюсь. Сейчас можно фактически каждую неделю отслеживать что-то новое, что появляется на небосклоне средств массовой информации и вообще в интернет. И это не мудрено, потому что информационный фон сейчас, Unisky Stream Technologies максимально ускоряется, и на самом деле уже вовсю собираются заявки на будущие адресные проекты, ну и ряд адресных проектов был анонсирован, рассказан в открытую. Что-то будет доделано, как гласят СМИ, до 2023 года, то есть это уже запустятся первые коммерческие адресные проекты. Это все, что можно сейчас проследить и увидеть, то, что находится на верхушке айсберга, то, что можно анонсировать, о чем можно говорить с уверенностью, ну а как не говорить, если первые пассажиры в июне 2021 года уже поехали официально на тропическом Юникаре. И я хотел бы сделать вехать с сегодняшнего вебинара в первую очередь контейнерной перевозки. Я хотел бы, чтобы до каждого была донесена мысль, что на самом деле вот эта стоимость перевозки за 1 доллар на 100 тонн на километр – это баснословная низкая стоимость, беспрецедентная, неконкурентная абсолютно. Никто сейчас не может вообще сделать такие условия. Поэтому только представьте, когда появляется технология, которая будет способна перевозить за такую стоимость 40-футовые контейнеры, какой спрос будет у логистических компаний. На самом деле сейчас очень такая серьезная ситуация происходит в мире, и в конце вебинара я к ней перейду уже, когда буду анализировать происходящее в мире. Но могу сказать, что стоимость контейнерных перевозок не будет расти так же, как сейчас, скорее всего, экономике не будет легче из-за уже дельта-версии индийского сценария ковида и других вещей, которые сейчас начали происходить, и так или иначе также будут затрагивать мировую экономику. Потому что сейчас, к сожалению, либо к счастью, многое строится именно на показателях, которые находятся в США, компаниях технологических, ну и вообще экономики США. И стоит понимать, что да, у Unisky Stream Technologies есть много партнеров, сподвижников, тех, кто в открытую поддерживает и говорит о преимуществах, например, Стефани Хак, о сравнении Skyway с канатной дорогой. И фактически сейчас мы достигаем апогея за предыдущие годы вообще в чистоте упоминания технологии Unisky Stream Technologies в мировых средствах массовой информации. Напишите, пожалуйста, в чатах. Возможно, вообще кто-то даже сейчас привык, что новость за новостью появляется, и это кажется чем-то обычным, хотя раньше, буквально полугода назад, год назад, мы испытывали информационный вакуум. А почему, если сейчас такие серьезные фундаментальные вещи проводятся в инновационном научном центре Unisky Stream Technologies в Шарже, почему никто об этом не говорит. И вот буквально веер тех новостей, которые мы с вами услышали. И, конечно же, этим нужно пользоваться. Этим нужно пользоваться не только для донесения информации иностранцам, но и сбрасывать тем людям, которые только-только будут погружаться в проект. Мировые блогеры уже осветили то, что происходит в Шарже, например, Ранак Коттеча, и показал, заспойлерил уже модели линейного города, части, изготовленные также специалистами группы компаний Unisky Stream Technologies. И это модель линейного города, которая именуется Азис. Одна за другой статья выходит. И, казалось бы, вообще вот что еще делать сейчас для продвижения? То есть компания делает максимум для продвижения, для того, чтобы мы с вами максимально достойно доносили информацию о технологии. Я могу сказать, вот не буду показывать никакие слайды сейчас, ну, пускай вот просто контейнерные перевозки и тропический Unicar побудет в качестве фона, но я хотел бы сказать о том, что происходит внутри SkyWorld Community, что мы для вас готовим, что под непосредственным моим руководством разрабатывается, и я являюсь идейным вдохновителем, платформы адаптации и обучения SkyWorld Community. Путем анализа, чего нам недостает, вообще вот, понимаете, есть такое понятие, как рычаг. То есть это обычно одно-два действия, которые кардинально могут изменить ход развития, стратегию компании. И подобный рычаг мы, как члены правления, искали, изучали, анализировали, смотрели статистики, смотрели, как срабатывают различные маркетинговые акции. И я пришел к выводу, что на самом деле сейчас очень важно сделать то, что мы не делали фактически с 2015-2016 годов. Это запуск большой платформы адаптации и обучения, которая также будет совершенствоваться. Я не раз говорил, что она будет делать, то есть буквально за руку ввести вашего партнера. Вам огромное количество времени будет сэкономлено в вашей работе. И часть партнеров, так скажем, претендентов на высшую лигу, высшая лига, я не просто так сегодня произношу словосочетание, потом все узнаете, почему высшая лига и как попасть в высшую лигу, увидели на закрытой встрече, также Наталья Иванова присутствовала, это наш ментор по созданию системы продаж и обучения. Я могу сказать, что архитектуру системы продаж и обучения, то есть я скажу, да, архитектура присутствует. Это примерно как до производства подвижных составов необходимо все осуществить в чертежах и уже в мелкосерийном даже производстве создавать те модели, которые нужны рынку. И мы также действуем. Мы сейчас полностью перекроили архитектуру после полученных знаний по определенной концепции, именно методологии, то есть это простоты донесения информации, для того, чтобы только нужная информация, только нужные камни обучения остались на нашей платформе, а то, что является тем, что не выполняет наше учебное обещание, какое мы будем давать учебное обещание, будет у платформы даже учебное обещание. Это то, что любой желающий сможет максимально сократить свой путь при дохождении, при достигании статуса топ-эксперт и при желании даже sky-эксперт, если говорим про партнерскую сеть. Ну и в виде дополнительного такого приятного подарка в жизни и дополнительной ценности, естественно, человек станет финансово независимым, естественно, он сможет работать из любой точки земного шара и при знании того или иного языка, конечно же, он сможет также свои знания транслировать на привлечение инвестиций в других странах, находясь причем также у себя дома в своей стране. И я могу сказать, вообще вот если говорить про soft skills, так называемый, то есть это мягкие способности, если говорить дословно, это те способности, которые вам смогут помочь реализовать то или иное действие в достижении своего результата. Например, возьмем продажи, это, естественно, первоочередное действие, и по продажам будет хоть отбавляй материалов по работе с возражениями, по работе с аргументами, причем мы сейчас начали проводить уже целые мозговые штурмы при формировании новых аргументов. Вообще мозговые штурмы подобного рода будут вашим инструментом, как лидеров, для того, чтобы люди, даже те, кто только вот только присоединились к нашему проекту, заинтересовывались, они будут видеть, насколько мощный поток именно генерации, создания новых аргументов происходит в реальном времени при них. И останутся ли аргументы против после присутствия на подобном событии, когда аргумент один за другим появляется, появляется, естественно, нет. Но, естественно, будут, конечно, те люди, которые негативно относятся к проекту, либо просто по стилю жизни, но относятся с большим пессимизмом к вещам, которые могут хорошо выстрелить, так скажем, принести радость как жизни, так и неплохой потенциальный доход в будущем. Естественно, таких людей сложно будет убедить, но все люди, которых нужно вот чуть-чуть буквально дожать, даже с помощью этого инструмента смогут, применяя его, достигать результата, не объясняя каждому, закрывать всех на возражения. То есть по продажам будет масса информации, уже более 45 уроков написано по различным модулям. Также будет по личной эффективности. Кстати, напишите в чате, кто хотел бы, чтобы на следующий вебинар я вам показал визуализацию этой архитектуры. Некоторые уже лидеры на закрытых встречах видели эту архитектуру, кто-то сравнил это с технологической картой, кулинарной. Там все пошагово видно, что и из чего будет вытекать, и понятно, какой продукт вообще по грандиозности сейчас создается. Для чего? Для того, чтобы мы с вами действительно совершили большой рывок в развитии и в привлечении инвестиций в логике работы в Skyworld Community. Вообще, я считаю, что после прохождения всех модулей этой платформы останется минимум вообще каких-то негативных моментов, что человек не сможет достичь того или иного статуса, который он запланировал. Причем в начале этой платформы человек, естественно, будет планировать, будет декомпозировать цель и будет вообще загадывать о каких результатах, каких высот он хочет достичь. Это будет вообще доступно для тех людей, которые являются в статусе партнера. Вообще, даже те, кто в статусе партнера, еще не стал инвестором, также получат первоначальные знания для того, чтобы стать инвестором. После того, как человек стал инвестором, ему будет предложен выбор. Либо он активный инвестор и продолжает свое развитие внутри платформы, либо он пассивный инвестор и просто наблюдает уже чат-боты, будут ему время от времени напоминать, что, дорогой друг, а не хотел бы ты присоединиться все-таки в качестве активного инвестора? У нас появились такие-то новости. «Посмотри, подумай». И, конечно же, многие захотят, но, опять же, не все. Вот давайте я посмотрю чат. Вообще, напишите примерно, а понимаете ли, о чем я сейчас говорю? То есть, что за платформа адаптации обучения? Даже я вот сейчас отключу презентацию, чтобы не отвлекать. И первая наша активность по этой платформе, открытая активность, будет вступление в канал и чат. Там будет очень интересное название для того, чтобы стать вообще топами бизнеса Skyworld Community, для того, чтобы прокачать свои способности, свои возможности в принципе в продаже, в принципе в личной эффективности, в принципе в системе бизнеса. Но мы не будем, естественно, готовить предпринимателей, у нас нет такой цели. И вообще, я приоткрою вам секрет, и немножко я хотел бы сказать, что тем, кто сейчас в качестве лидеров, партнеров развивает Skyworld Community, во-первых, огромная благодарность, но скоро у вас появятся конкуренты. Потому что эта платформа делается в том числе для запуска офлайн внутренних центров продаж, внутренних офисов продаж, с руководителем отдела продаж, с руководителем дивизиона продаж в будущем, в логике управляющей компании, в логике организационных структур. То есть, понимаете, мы как Skyworld Community в какой сейчас стратегии развиваемся? Мы не просто ноунейм какой-то фонд, мы действительно хотим максимум приложить усилия для того, чтобы закрыть 15 этапов, которые запланированы для привлечения инвестиций, ну, как я говорю, на предпосевной стадии, до выхода технологии на коммерческий рынок. Потом будут новые этапы финансирования, но это уже будет другая история, это будут уже другие активы, и в тот актив, в который сейчас мы можем с вами войти, в него вход будет навсегда закрыт. То есть, я повторюсь, как только платформа появится, она обязательно появится в этом году. Я не буду говорить точных дат, но я могу сказать, когда вы увидите архитектуру, вы поймете, насколько большая работа уже была проделана и сейчас проделывается. Я думаю, что в ближайшее время, сейчас вот мы досогласуем и выложим такое небольшое видео. Вы оцените продакшн, подачу. Дарья, ведущая новостей, вам с удовольствием поведает будущую стратегию SkyWorld Community, потому что это также будет на платформе. А почему мы добавили этот модуль? Для того, чтобы люди для себя сразу уяснили, что после 15 этапа ничего не заканчивается. Финансирование первичное, большое, многолетнее. Unisky Stream Technologies является огромным трамплином для прыжка в развитии для SkyWorld Community и всех партнеров. Но, повторюсь, появится и конкурентная среда, это профессиональные отделы продаж, которые будут целый рабочий день обрабатывать заявки, обрабатывать лиды, поток в разных абсолютно социальных сетях по профессионально выстроенным методикам и технологиям, которым вы также получите доступ. Но мотивирует, друзья, когда есть уже и конкуренты. Конкуренты в плане того, что инвестиции будут привлекаться не только партнерами, но и отделами продаж. Александр Ес, вы все говорите уже года 3-4, еще сибиряком в месяц, сколько можно болтать. Дозакрывайте, но хоть объясните, что же вы хотите сотворить. Закрывайте, Александр Ес, вы имеете в виду 15 этапов, и вы считаете, что это достаточно легко сделать, и сумма привлекается несколько миллионов долларов. И вообще просто ли сейчас пройти тот путь, который мы проходим с помощью мелких и средних инвестиций, без выстроенных даже централизованных отделов продаж, еще до получения брокерской лицензии, которой мы сейчас на пути к получению находимся. То есть подумайте просто, какое развитие у стартапа может быть для финансирования отрасли с нуля, а потом уже задавайте вопрос. И с моей стороны, я могу сказать, никогда не было ни одного обещания, что вот-вот 15 этап будет закрыт. И не будет, пока я не увижу, действительно, что вот-вот это будет сделано. Но я тысячу раз всегда подумаю перед тем, как это сказать. В общем, коллеги, это вот немножко о платформе, то, что я сказал. Я считаю, что это гиперважно, потому что мы с вами получим инструмент, не обучение ради обучения, а целенаправленного, высококонверсионного обучения, попадав один раз, попав один раз на которое, вы не захотите просто уходить, потому что все обучение в логике методологии будет выстраиваться, не будет, а выстраивается. Для того, чтобы человеку хотелось пройти дальше, мы учитываем все, даже эмоциональные всплески. Мы постоянно будем брать обратную связь, мы постоянно будем замерять показатели NPS, мы постоянно будем улучшать эту платформу после запуска, и она будет также использоваться для будущих продуктов. Так вот, дорогие друзья, хотел бы дальше перейти. Подготовка к экспо 2020 идет полным ходом. Я не буду говорить конкретику, но этот стенд весит фактически 3 тонны и 12,5 метров в длину, почти 3 метра в высоту. Он сборно-разборный. Точно не знаю, но мои предположения, что, скорее всего, этот стенд будет находиться на экспо, на той территории, площади, которая будет, возможно, выделена, возможно, говорю, потому что я точно не знаю непосредственно на самой выставке экспо. Это будет таким привлекающим маневром для того, чтобы все-таки посетить и увидеть вживую на территории Шаржи то, что уже произведено. А к осени планируется достроиться трасса уже для грузовых и тяжелых пассажирских перевозок протяженностью 2400 метров. То есть представьте, просто заказчику говорят, что вы можете недалеко проехать, организован трансфер и увидеть вживую то, что уже реализовано. Вы увидели только стенд. Сколько заказчиков изъявят желание увидеть все вживую и в реальности. Стенд будет достаточно высокого качества. Я считаю, что мы подобные стенды вообще не видели ранее. Настолько детализированных, настолько продуманных, настолько автоматизированных, действительно имитирующим в мелком масштабе реальную трассу. То есть даже пассажиры будут находиться внутри. Стенд уже готов. И представьте, какой вау-эффект это будет производить на Экспо 2020. И давайте немножко подумаем вообще, а есть ли тренд сейчас вот этого стенда. Я плавно перехожу к следующей части вебинара и освещу только один факт, что знаменитый исполнитель, достаточно небедный человек Эйкон давно задумал, и сейчас в логике блокчейн Стеллар двигается по своей мечте создания строительства смарт-города, умного города. Я не назову его линейным, но по картинкам вы можете понять, что это некий город будущего. Уже апробации и согласование первых пилотных и чертежей, и эскизов, и уже наработок на строительство полностью приняты. И это будет первый город, в котором будет своя внутренняя криптовалюта. И представьте, что этот тренд получит массовое свое развитие. Будет ли актуально строительство линииных городов? И будет ли у них потенциально вообще возможность выстраивания своей внутренней экономики? И много ли миллиардов долларов, я не буду говорить триллионов, может потенциально быть инвестировано в подобные проекты? Давайте немножко подумаем, поразмыслим вообще то, что происходило за прошедшие недели. То есть не будем вдаваться в политику, но я приведу всего лишь одну цифру, что более трех триллионов долларов было потрачено на поддержание армии в Афганистане силами США. Более трех триллионов долларов. Вдумайтесь в это. Для чего? Для того, чтобы подпитывать экономику, раскручивать маховик экономики и обеспечивать те деньги, которые печатаются. И сейчас на самом деле то, что происходит в мире, не внушает мне абсолютно никакого доверия. Акции США сейчас имеют самое быстрое ускорение индекса с дна минимума времен Второй мировой войны. А вообще, если посмотреть еще дальше, еще глубже, то именно после Второй мировой войны было максимальное ускорение экономики США. И она стала лидирующей мировой экономикой, потому что происходила достаточно серьезная глобальная стройка, еще не было IT-компаний. Ну а если сравнивать с IT-компанией, то я могу сказать, что вообще сейчас реальный показатель тех компаний США находится не то, что на минимуме, он находится в минусе. То есть это вот как раз те компании, которые сейчас появляются одна за другой, выходят на IPO. И я изучал рынок IPO, я вам честно скажу, но я из него вышел еще прошлым летом. Да, может быть, что-то я упустил в этом году, потому что индекс S&P бешено растет, но лучше уж упустить, чем потерять. Потому что посмотрите на вот эту диаграмму, что было в эпоху бума доткомов, когда лопнул технологический пузырь, который наращивался, наращивался, и потом только начали появляться реальные технологические компании. Многие инвесторы свои деньги потеряли. Поэтому, знаете, вот сейчас то, что происходит в плане ускорения, роста индекса S&P, ну и вообще выхода новых IPO. Сейчас рынок пре-IPO происходит активно, интерес вызывает к нему. Почему настолько подогревает интерес? Вообще вот у IPO есть цикл локап периода, то есть цикл заморозки. Это три месяца, и во время трех месяцев, если не появляется каких-либо инструментов закрытия сделки, то это как игра в стульчик. Представьте, когда вдруг, не дай бог, начнет вся мировая экономика падать, так как пузырь, который сейчас надувается, который сейчас стимулируется триллионами долларов, он начнет внезапно лопаться. Что произойдет вообще с компаниями, с бизнесами, с поставщиками в не без того тяжелое время в современной экономике, в ковидное и постковидное уже после многих волн пандемии время? Естественно, абсолютно легко не будет. Реальный S&P 500, вообще доходность по S&P 500 также в реальности отрицательная. То есть ее накачивают, ее стимулируют, ее разгоняют. Это минимум с 1980 года. Поэтому сейчас многие инвесторы продолжают в наличных деньгах, в активах commodities, то есть товарные, сырьевые, различные активы, держать свои средства и также инвестируют в венчурный бизнес. Одним из флагманов венчурного бизнеса вообще в создании отраслей с нуля, я считаю, это как раз таки инвестиции в Unisky Stream Technologies. Давайте посмотрим на контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки продолжают расти, и они будут расти, потому что ничего не предвещает сейчас, что они как-то будут корректироваться в минимальную сторону. И мы видим это по различным графикам, различных аналитических данных и исследований. И на самом деле сейчас порты столкнулись с крупнейшим кризисом вообще с момента начала контейнерных перевозок 65 лет назад, когда только придумали контейнер, об этой истории я рассказывал на одном из своих вебинаров, и пандемия сейчас указала на нехватку инвестиций в портовую инфраструктуру. Вы помните, Unisky Stream Technologies также имеет законченное решение умного порта и связки в виде транспортно-логистической инфраструктуры самого порта с берегом, и даже если потребуется с каким-то местом производства, с какими-то торговыми центрами. То есть все зависит от задач заказчика. И в этой логике мы видим второе направление. Это не только умные линейные города. То есть интерес, пожалуйста, Саудовский проект большой линейного города. Пока что достаточно нарисованный на бумаге маркетинговый проект, я бы назвал, то есть конкретики по нему я пока что не видел. В плане блокчейн-разработки проекта Эйкона – да, потому что Stellar достаточно серьезная технология, которая может действительно составить основу для умного города. В плане архитектуры, возможно, тоже да, но в плане транспортной логистики, что там будет, какой вид транспорта там будет, как можно обеспечить абсолютный комфорт жизнедеятельности человека внутри этого чуда города будущего, который запланировал реализовывать Эйкон. Будет ли транспортная доступность действительно на достойных критериях, или же все-таки это останется на подобном уровне, как, например, сейчас был старт реконструкции БАМа. Представьте, даже вот подобные грандиозные проекты стартуют. Почему? Также объясняю. Именно по той причине, что нужно подпитывать экономику постоянно. Об этом никто не скажет. Но подобные гигапроекты, гигантские проекты, они реализуются для того, чтобы обеспечивать ту денежную массу, которую печатает Центробанк. Потому что, естественно, ничего просто так не бывает, и уровни инфляции вот на этом вебинаре я не отметил, но они тоже не радуют, они достигают пиков на сегодняшний день. И поставьте плюсики, кому интересно, по уровню инфляции, в общем, мировой, инфляция из-за чего складывается. Она в том числе складывается из-за стоимости логистических расходов. Я посмотрю. Коллеги, кому интересно услышать про инфляцию, в логике, естественно, привлечения инвестиций в Unisky Stream Technologies, мое объяснение. Напишите, пожалуйста. Если никому не интересно, то я не буду на следующем вебинаре про это рассказывать. Ну, когда новостей становится чуть меньше, то есть нет такого шквала новостей, я привожу, то есть для чего это все показывает? Это аргументация. Это аргументация, которая мне лично позволяла во время командировок за счет выстраивания вот этих аргументов закрывать сделки на 50, на 100 тысяч долларов, помогать партнерам. Они просто пообщались, услышали вот это мнение, задали вопросы, и все, потом шли инвестировать. То есть это выстроенная четкая аргументация, которая работает. И я не раз говорил про манипуляции с космической индустрией. Я насчет этого тоже хотел сказать пару слов, что с 10 по 12 августа Virgin Investment Ltd продала акции Virgin Galactic на 300 миллионов долларов. То есть это спекуляция. И полет в космос, Ричард Брэнсон молодец, это действительно достаточно мощный предприниматель и очень сильный волевой человек. В таком возрасте полететь в космос, пройти подготовку, это супер вообще. И, кстати, Ричард Брэнсон имеет такое качество, как очень быстро восстанавливаться. То есть его вообще не могут сломить никакие абсолютно неудачи, потери. Даже вот когда у него один из родственников погиб, он на следующий день просто поехал в кругосветное путешествие. Это, кстати, отличает людей, которые возглавляют достаточно серьезные, мощные корпорации с совершенно иным взглядом на жизнь. И я рекомендую тех, кто не смотрели видеоблог Анатолия Эдуардовича Юницкого, не читали его книгу «Инженер», обязательно ознакомьтесь с этими ресурсами, потому что они показывают философию и вообще оригинальность мышления, специфичность мышления на сегодняшний день одной из перспективных компаний Unisky Stream Technologies в качестве создателя, идейного вдохновителя, инженера Анатолия Эдуардовича Юницкого. Здесь акции выросли, и, естественно, это спекуляция. Я вам говорил об этом, что будет очень сильная продажа. Вот с 10 по 12 августа она осуществилась. Также первый отель в космосе говорят, что откроется в 2027 году. Я специально привожу источники прямо. Но, опять же, в логике инженерной составляющей, на каком уровне находится этот проект, в плане визуализации, в плане маркетинга, возможно, все хорошо, а в плане выстраивания вообще экономической модели, математической модели, физической просчитанной модели, есть ли это, а у астроинженерных технологий, также ответвление группы компаний, уже это все просчитано. И 18 сентября состоится очередная конференция по неракетному освоению космоса, которая проводится от Анатоли Эдуардовича Юницким. Потому что его высшая цель – запустить подобные проекты. Посмотрите, вообще подумайте о грандиозности мышления. Здесь в виде гигантского большого проекта космического туризма представляется просто космодом, который является одним из болтиков в огромном механизме общепланетного транспортного средства программы Spaceway, которую Анатолий Эдуардович задумал еще 40 лет назад. И что будет являться этот отель вообще в плане рынков и так далее? Опять же, да, дай бог его построят. Но, скорее всего, будут говорить, что мы построим. И вот, когда это все начнет реализовываться, будут показывать какие-то макеты. Скорее всего, компанию путем поглощения, возможно, выведут на рынок путем именно биржевых трейдерских манипуляций. И далее, естественно, будут ускорять стоимость акций. Но внезапно она может упасть. Это стоимость акций для инвесторов, которые будут входить в подобные проекты. Ну, потому что нет большой дорожной карты. Так же, как, к примеру, Virgin Galactic. Что может потом произойти? Ну да, Джефф Безос подал в суд на NASA, так как они, компания SpaceX, одобрили высадку на Луне. Но это космическая гонка вообще без какой-либо стратегии. И в том числе я могу сказать, что гиперлуп. И да, появляются уже новости, что некоторые страны все-таки планируют реализовывать. Является ли это долгосрочной стратегией вообще? Или это только часть стратегии, которая не имеет продолжения? Даже не часть стратегии. Это просто проект, который не имеет продолжения на 10-20 лет вперед. Будет ли много построено трасс? Ну и еще учитывая то, что в принципе гипер-ю был запатентован. Именно в логике того, что сейчас уже придумал Юницкий, это все запатентовано. Потому что никто не знает, и тут остается гадать, спорить. А вообще откуда в мозгу Илона Маска появилась идея гиперскоростного транспорта? Может быть, он где-то что-то почитал? Все-таки советский инженер, изобретатель Юницкий писал об этом еще 40 лет назад. Ну можно ли допустить, что в теории кто-то, возможно, даже прочитал, кто-то рассказал? И как действительно гениальный маркетолог Илон Маск уже реализовал и запустил этот тренд? Но сколько сейчас компании бьются в плане инженерии? Здесь же в Unisky Stream Technologies все абсолютно выстроено в виде многочисленных уже конструкторских бюро. Это серьезное научно-производственное предприятие, которое может реализовать проекты совершенно любого масштаба. Как расчет адресных проектов, так и подготовка к мелкосерийному производству, запуск мелкосерийного производства, создание видов подвижных составов и далее уже расчеты и все необходимые исследования, документации для строительства реальных адресных проектов, которые, естественно, будут строить строительные компании. Ну и у группы компаний, в которые мы с вами сейчас инвестируем в технологию, также своя строительная компания на территории Арабских Эмиратов формируется. И это в том числе делается для того, чтобы максимально быстро далее масштабироваться, когда этот тренд будет всеми услышан. И я хотел бы вам сказать, что на самом деле вот то, что сейчас вот и мы делаем SkyWorld Community, ведь, в принципе, если бы развития даже после 15 этапа не было бы, то зачем делать платформу обучения, адаптации, зачем запускать сейчас внутренний корпоративный университет, потом выходить в логику внешнего корпоративного университета, зачем все это? Мы делаем это именно по той причине, так как рассчитываем двигаться многие-многие годы. Я надеюсь искренне, что десятилетия. И моей мечтой является увидеть действительно при своей жизни, посмотреть не просто с космического отеля, который запущен в качестве маркетингового туристического проекта для раскрутки стоимости акции какой-либо компании, увидеть с космодома нашу планету уже после реализации многочисленных адресных проектов в логике большого проекта строительства общепланетарного транспортного средства. И то, что мы с вами делаем, это первые шаги. Вообще вот в каждом тренинге личностного роста, в каждой какой-то экономической дисциплине нужно сделать всегда первые шаги для того, чтобы осознать, что следующее возможно, для того, чтобы показать другим, что следующее возможно. Вот это закрытие 15 этапов, это первые шаги для запуска технологии на коммерческий рынок и далее уже следование пути стратегии 10, 15 и 30 лет вперед. Благодарю вас за внимание. С вами Алексей Суходоев. Мы создаем будущее и финансируем его Skyworld Community. Ну а сейчас я готов ответить буквально на 1-2 вопроса и мы будем завершать. Коллеги, вопросы? Я пока почитаю чат. Так, Александр Ест у нас сегодня очень активный. Поведайте, наконец-то, когда будут новости, которые в начале июля анонсировали ИСИП по разблокированным СВГ-токенам и какова у них перспектива. Народ ждет хотя бы новостей. А где ИСИП? Почему молчание? Ну, за Максима ИСИПа я не могу отвечать, так как это наш дружественный параллельный фонд. То есть спрашивайте там в техподдержке. Но по СВГ-токенам я говорил неоднократно, что это все-таки utility направление. И это венчурная инвестиция в приобретение части вообще тех токенов, которые будут использоваться в реальных адресных проектах. То есть в этом назначении СВГ-токенов. И даже security токены, которые будут выпускаться далее, вот уже приобретая security токены, нельзя будет войти в СВГ-токены. Поэтому СВГ-токен это как приобретение будущего жетона, билета на использование услуг, созданных впоследствии в будущем адресных проектов. То есть вот такая перспектива, перспектива не изменилась. Ну, кстати, вот в такой логике только из таких вот больших проектов, которые можно в средствах массовой информации встретить, это город музыканта Эйкон, про который я говорил на этом вебинаре. А у Hyperloop, к примеру, нет никакой токеномики, даже наметок и даже планов. Поэтому хорошо то, что это есть вообще у Unisky Stream Technologies. ДНК, да, архитектура очень нужна даже для микроинвесторов. Архитектура – это, знаете, это вообще вот костяк тех модулей обучения, которые мы сейчас создаем для того, чтобы максимально понять, а что будет захватывать вас с интересом, не просто, чтобы получать какие-то знания. Мы бы уже выкатили эту платформу, но это будет очередное обучение, да, оно будет качественно на новом уровне, но это также будет обучение ради обучения. И на этой платформе также будут системы наставников, системы проверяльщиков домашних заданий, система чатов, и все будет мотивировать вас достигать успеха и двигаться вперед. Алексей, добрый день. Что у нас с Кафесом 2021, хотя бы онлайн? На Кафес 2021 будет, он будет в октябре, и онлайн-трансляция, конечно же, также будет. А еще раньше я хотел бы вас пригласить на онлайн-трансляцию, которая также, по всей вероятности, будет на конференцию по неракетному освоению. Это, знаете, вот очень такая серьезная вещь, когда ты доносишь человеку что-то, ну, совершенно грандиозное, совершенно, вот сейчас действительно невозможное, я имею в виду про Spaceway, и человек уже путем метода обратных шагов понимает, что вообще инвестиции в технологию, Unisky Stream Technologies, это всего лишь маленькие шаги по сравнению с тем, что он услышал в логике конференции по неракетному освоению космоса. Поэтому я вот сейчас сброшу ссылочку. Пока что задавайте следующие вопросы, потому что, ну, я считаю, это важно. Если будет конференция в онлайн-режиме, а как я понимаю, она будет в онлайн-режиме, то необходимо, конечно же, на ней присутствовать. Так вот, пожалуйста, ссылка, дорогие друзья. На сайте ecospace.org пройдите, посмотрите, и там, возможно, онлайн-участие. Насколько я в курсе. Ну, не откладывайте, зарегистрируйтесь, пожалуйста, по форме. Формат участия онлайн. Тот, кто желает, а может быть, оффлайн, до сегодня включительно, потому что, насколько я помню, до 18 октября там нужно было зарегистрироваться. Вот, пожалуйста, форма. Коллеги, есть еще вопросы? Я надеюсь, я вам привел еще одну аргументацию, почему тот проект, в который мы с вами инвестируем, действительно достойный и обречен на развитие, потому что даже контейнерные перевозки, как только это будет реализовано, это огромный рынок, который мы с вами в качестве совладельцев сможем занять, и компания будет расширяться, экспонсироваться по обилию адресных проектов. Это только контейнерные перевозки. А сколько еще направлений? Счастливо, до скорых встреч через две недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!